Анатолий Семенков прямо сейчас с нами на связи. Это эксперт Крымского регионального отделения Российского экологического общества, руководитель ресурсного центра «Чистый Крым». Доброе утро! Доброе утро! Все ялтинцы буквально в один голос говорят, просто рыбное нашествие. Могли бы вы про это немножко рассказать? Что за нашествие такое? Половцы или печенеги? По возрасту пришлось участвовать в спасательной работе в Ленинакане. Это землетрясение совсем рядом. В Армении было в 1988 году. И с тех пор меня тема эта очень интересует. Наш стакан 2 километра глубиной. Действительно, 2 километра наполнен сероводородом растворенным. А посверхние 200 метров это чистая вода, привлекательная для туризма, привлекательная для всех нас и для рыб, их теологии, для животных. Пока могу сказать, что стакан не сильно трясется, сероводород не сильно вверх поднимается. Дай бог, чтобы так было еще не одно столетие. И если говорить о рыбах, то пусть они размножаются. Россия страна-участница экологического движения, экологического сообщества Черного моря. Есть специальная программа по охране экологии Черного моря. Шесть стран, которые входят сюда, активно общаются, ежегодно проходят конференции. И даже есть день Черного моря 30 октября. Все приглашают. Скажите, пожалуйста, существует какая-то служба, которая занимается контролем уровня этого сероводорода, который отслеживает его динамику? Не только сейсмологи, но и экологи наблюдают активно. Поэтому будем считать, что само название Черное. Потому что бросали веревку и поднимали, оно было Черным. Но будем надеяться, что в ближайшее время все будет хорошо. А вот еще такой вопрос. Повторюсь, сейчас антропогенная нагрузка на море снизилась, ввиду того, что просто туристов нет и людей не так много на пляжах и рыбаков в море. Вот есть какой-то шанс того, что хоть немножко до восполнится эта экосистема, которая очень сильно, скажем, претерпела за последние десятилетия? Я внимательно наблюдал за водой пресной, которая в последний дождь на этой неделе текла в Черное море. А она чище, намного чище. Мы стали меньше гадить по себе под ноги. Больше все-таки урны используют для такого зловещего мусора, как спички, окурки, прочий бытовой мусор. Я думаю, что поверхностный смыв у нас должен очиститься. И не только в горах, но и в наших населенных пунктах. Потому что ливневая канализация должна быть тоже чистая. И тогда на наших пляжах будет чище, на наших экваториях и экосистемах. Вообще антропогенная нагрузка в горах действительно уменьшилась. И это радует. А что касается, скажем, их теологического богатства Черного моря, как-то пополнится? Наши косяки, которые в территориальных водах возле России, ну, наверное, увеличиваются еще за счет того, что они понимают, что здесь их точно охраняют. И можно прибиваться к нашим берегам спокойно. Ну, я так пошучу. Хотя я знаю, что в некоторых странах лов, ну, не то что неконтролируемый, но как-то ограниченно контролируемый в наших сопредельных странах. Наталья Владимирович, а вот такой вопрос. Вот миграция из Среднего моря каких-то, Средиземного моря каких-то видов экзотических рыб возможно вообще в нашей Черной? Самая страшная беда, которая к нам пришла с балластными водами, это рапаны. Рапаны выедают место, их флоруфауны, поэтому у нас с балластными водами заносятся больше проблем. А остальные хищники, которые заплывают по узкому проливу Босфорда, по Дарденеллам, ну, я скажу так, они остаются в пределах акватории Турции. Сюда они, ну, я не знаю таких случаев, чтобы они заплывали сюда. Наталья Владимирович, большое вам спасибо за интересный рассказ. Мы действительно рады, что пополняется и акватория, и море очищается. Это очень хорошие новости. Спасибо, что порадовали. Да, спасибо большое. Я сегодня выступила в роли слушателя. Было крайне интересно. Спасибо, что присоединились так рано к нашему эфиру. Я напоминаю, что Анатолий Семенков был с нами на связи. Это эксперт Крымского регионального отделения Российского экологического общества, руководитель ресурсного центра «Чистый Крым».